здравствуйте привет я из украины город небо вы откуда паратов россии смотрите я люблю играть города и для того чтобы запоминать города я вот прошу чтобы люди назвали почему город так называется так проще их запомнить можете сказать вкратце про саратов да конечно вышли саратова но изначально назывался саратов как меня вот саратов сейчас потому что прошлое не надо я все забуду вот саратов сейчас называется потому что смысле потом я немножечко просто название саратов почему ну потому что саратов назвали все я понял хорошо 1990 году вас какие-то вопросы есть да нет я обычно обычная политики о взаимоотношениях стран обсуждаю вопросы давайте попробуем очень интересно честно говоря давайте какой-то вопрос может у вас есть конечно есть давайте с его поддерживаете смотрите я никакие военные действия никогда не поддерживала это смерти людей это все плохо но если это случилось я поддерживаю сторону в данном случае я поддерживаю сторону россии я улыбаюсь потому что ну я готов к одним ответом я эти ответы слышу и они меня каждый раз улыбают потому что давайте я полношу а что можно нового смотрите можно только как вы думаете не можно скажу пожалуйста услышите меня я бы хотел предложить вам пообщаться без негатива по фактам не ругаться не оскорблять друг друга интересно а я не ругаю конечно я никогда не оскорбляю конечно я вас первый раз вижу я не знаю ругаетесь нет я вот вам сделал предложение все вы согласны отлаза да все давайте у вас был вопрос правильно давайте смотрите как вы думаете какая причина конфликта была причин очень много ну например давайте с самого начала начнем давайте это вопрос ко мне как мне на него ответить словом перечислить или раскрывать вам ответы как удобно как удобно как удобно тут же вопрос я сказал я могу просто перечислить а могу их раскрыть ну раскроете лучше давайте полностью вас послушаем хорошо ну во первых экономическая причина это очевидно раскрою что в моем понимании экономическая на территории украины были найдены огромные запасы нефти и газа украина начала заниматься разработкой совместно с компанией shell то есть у нас своих денег не было нам это все спонсировали и если бы на востоке европы появилась еще одна конкуренция для россии то есть появляется какая-то страна которая тоже продает нефть и газ то для россии это было бы конкуренция россия конкуренцию не любит она действует другими методами то есть падение цен на это все договариваться россия это не умеет дипломатия это проблема вот экономическая сторона политическая но очевидно что народ в россии он такой имперцы многие любят захват и так далее поэтому отжать кусок территории у соседней страны делали на протяжении всей истории так сказать за милую душу путин делает народ поддерживает политическая причина отрицание украины я вот на опыте общения на анализе того что вы делаете того что говорят ваши руководители трансляция ваших слов с телевизора которые транслируют повесточку вашей страны явно прослеживается то что украина это несуверенная страна украинцев как таковых не существует это неправильные русские которых нужно просто ну скажем так переформатировать ну и просто очевидная причина даже со слов путина как он хвалился азовское море это теперь внутреннее море россии просто банальный тупой захват территории все да вот на мой взгляд четыре причины хорошо вы с шелл уже начали там разрабатывать как эти месторождения завод построили нет объемы но мы дальше не пошли потому что российская федерация вторглась четырнадцатом году контракты были разорваны потому что именно донецк и крым это участки где находились вот эти вот залежи ну и находятся сейчас какие объемы там были так как идут боевые действия к сожалению разработка была остановлена я понял а объемы залежи какие там были я могу погуглить и сказать это важно на что это повлияет хорошо смотрите сколько было времени заняло бы на разработку этих залежей на постройку трубопровода на заключение контракта у нас уже трубопровод построена мне нужно трубопроводы строить разработка месторождения и заводов ну думаю лет пять-шесть то есть если в 2012 начали то уже бы все уже давным-давно работало и уже бы прямо так вот на европу все шло понятненько а вот смотрите еще по поводу вы говорите транслировалось у нас то что украинцы это не украинцы там и т.д. т.п. а кто это говорил где говорю может процитировать об одного кого-то политика путин например например если вы напишите с путин 2021 в google и просто почитать она лежит на сайте кремля лично путин написал что написано я же сказал что написано если вкратце что украинцы это русские которые ну скажем так неправильная заблудившиеся вас нужно вернуть там под крыло сделать нормальными и так далее вот просто эссе путин 2021 понятненько на сайте я понял понял смотрите а как вы думаете ваш выход из состава советского союза не повод для войны нет а вы как вышли стал советского союза вы помните знаете по такой логике можно любой вопрос а то что я сегодня это не повод для начала войны нет так что угодно можно спрашивать разберемся конкретно по документам как вы вышли стал советского союза на основании законодательства советского союза не какого советского 1409 1409 советского года за подписи горбачева советского я вам что сказал она что вы сказали вы читали конституцию союза приказ какую именно за какой год от 78 года последнюю да 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 что там говорится в статье 72 что там говорится давайте скажите я вам задал вопрос помните вы мне задали вопрос я вам четко все рассказал я задаю вопрос а вы мне его адресу на жди так будет вы съехали сейчас темы прям жестко подождите вы заговорили про свет я каждую правильно каждую статью наизусть не помню вы сами скажите что там написано так это ключевая статья ряда này этот короба не задаете подождите я вам сосл réflался на документ который позже вышел который подписан был президиумом все делается на основании верховного закона какой верховный закон в любой стране там где этот закон есть ну я говорю про конституцию в стране в которой есть конституция это верховный закон правильно не ну что то вы мне может процитировать что там написано а вы за компьютером свидетелье нет ну мне тяжело открыть ну процитируйте я прям кладочку еще одну вам тяжело вы же мне задали вот я вам в том-то и суть что я вам задал все верно я вам задал и я должен на него отвечать как это работает вы не знаете что написано всем старом пункте вы мне задали вопрос я вам четко рассказал теперь моя очередь задать вам вопрос я задал вопрос и вы такие ну сам ответь на свой вопрос я говорю я не знаю что написано все я понял 73 конституции говорится о том что каждая республика имеет право свободно выйти из состава с каким образом а там не написано каким образом там просто каждой республика имеет право свободного выхода из состава ссср отлично 72 не перепутайте отлично отлично я говорю на основании приказа 1409 это как раз расписано как союзная республика должна выйти до как она должна выходить референдум правильно средства референдум референдум был был 17 марта девятого года был референдум где украинцы проголосовали за то чтобы создать украину это вы который был в августе правильно 24 августа я не помню вы скажите дату я сейчас загуглили не проблема давайте какой смотрите смотрите думать 17 марта 21 года ну давайте озвучивайте союзный референдум был такой какие посмотрите кстати я только сегодня про этот референдум слушал смотрел вы можете озвучить вопрос который там задавался пожалуйста можете рассмотрев обращение центральной комиссии референдума ссср об итогах первого в истории нашей страны референдума по вопросу о сохранении союза советских статистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик которые будут полной мере гарантированы права и свободы не 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 давайте без озвучьте вопрос который задавался на референдуме сохранение в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека в любой национальности второй вопрос дальше верховный совет ссср отмечает высокую активность и гражданскую ответственность участников всенародного голосования а про конфедерацию вы пропустили нет здесь ничего про конфедерацию я вам его зачитал у меня он распечатанный в референдуме в целом по стране по предательным данным приняли участие 47 миллионов человек за сохранение высказал 112 миллионов то есть 76 процентов что не так и вы потом ссылаясь на августский путь от 19 августа я вам читаю произошел считали ли вы необходимым сохранение ссср первый вопрос как обновленной федерации равноправных суверенных республик второй вопрос в которой будет в полной мере гарантироваться права и свободы человека правильно это не второй вопрос это один вопрос нет в одном вопросе задается три вопроса а если я не хочу я хочу вот на предыдущих что мне как мне отвечать вы час какую-то чушь несет нет я голосовали за и голосовали за сохранение большая часть какая большая часть 76 процентов проголосовал за сохранение хорошо и по итогам этого референдума и и почему вышли а какой потом был референдум потом был референдум у вас о акте не заяви принять когда он был проведен 24 августа смотрите а нужно брать в учет последний или какие-то предыдущие вы в курсе что по документам которым говорил 1409 вы должны именно всесоюзный референдум провалить какой-то отдельный акт провозглашения зависимости у вас вот вы сидите в квартире квартиру это собственность вопрос это тупой вопрос какой документ актуальный последний или все предыдущие раз в десять лет раз в десять лет должны перед нам проводить какой так же написано в 49 о чем вы родите советского союза нет и вы в курсе давайте ладно по-другому пойдем когда связь распался вы в курсе что его нет или не в курсе когда связь распался в девяносто первом году как какого числа вам вас вас соглашение открыть я открою мне не сложно 26 декабря он распался отлично его нет согласно вы вышли 24 августа вы говорите что нужно раз в десять лет проведение референдум правильно вы привели референдум все верно мы провели все украинский референдум который был после референдума который вы сказали правильно отлично согласно действующей законодательной базе когда не актуальный закон актуальный любой документ последний не предыдущий не за два не за три а последний последний референдум это самый актуальный обману или правый референдум проводить почему мы не имели право почему мы не ладно ладно крым 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 отсоединился законно да ё-моё давайте мы определимся с тема или ё-моё это это параллель какая параллель он вышел точно так же как вы один в один беру им славык и за госпереворот здесь написано связи с госпереворотом мы выходим из состава советского союза крым сделал то же самое 18 марта в чем не так давайте мы закроем какую-то тему и перейдем к следующей мы вот этим пытаемся с вами закрыть вы в разрез всех документов поступили вышли состава советского союза нарушив все чем вы почему вышли состава советского союза декларация суверенитета почему вы вышли почему вы нарушили законодательство почему вы референдумы раз я вам вопрос задаю о согласно декларации о государственном суверенитете а 12 июня 90-го года вы на нюхи осваивайтесь в том числе я говорю почему вы вышли вы можете за себя ответить я вам слушай я тебе вопрос нормально задаю так я вам ответил на этот документ или на другой я ответил на этот документ свой о чем речь на какой документ на основании которого мы вышли в августе был референдум мы вышли мы вышли вот так я вам задал вопрос вы опять мне его адресуете я вас переспросил вы ссылайтесь на документе я ни на что не ссылаюсь я ссылаюсь на то что независимая я оговорюсь не советский союз я задаю вопрос как вы вышли стоп 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 я говорю мы не выходили из состава советского союза в курсе то есть вы живете сейчас советском союзе мы до сих пор числимся в обновленном советском союзе деклара можете показать пожалуйста не надо открывать ничего просто покажите паспорт как ваш паспорт а право есть что-нибудь но под рукой какой-то документ на котором ссср написано слушай дал не ну раз в советском союзе глагол дать воздавая советского сдачи твою зачитывая не надо какой вас так умело рассказать не живем не такой федерации вот отлично почему не советском союзе как вы вышли ты не перебивай меня я говорю я зачитываю декларацию государственном суверенитете российской советской федеративность социалистической республики. Торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о зависимости создать демократическое право государства в составе обновленного Советского Союза. Отлично. Какие эти вопросы? Мы в Советском Союзе. Мы в ООН, как Советский Союз, сидим. Мы правоприемник Советского Союза. Правоприемник, да, но вы не Советский Союз. Согласно нашей декларации, 12 июня мы день России празднуем, вот согласно вот этой декларации, мы в обновленном Советском Союзе состоим. Какие еще вопросы есть? А вы заходили когда-то на сайт ОЛОН? Можно спросить? Что-что? Вы когда-то заходили на сайт ОЛОН? Конечно, конечно. А можете прямо сейчас зайти? Не могу. А, ну тогда ладно. Просто я вот прям только что зашел и там почему-то написано Российская Федерация, про СССР ничего не написано. Потому что в Конституции мы называемся Российской Федерацией. Но она в составе Советского Союза обновленного. И все. В чем не так? Я вам декларацию зачитал, на которую вы сейчас ссылались, что мы якобы вышли. В Конституции хоть слово есть про Советский Союз? Нет. У нас есть декларация суверенитета это написано. Смотрите, в Конституции нет. В Организации Объединенных Наций нету, но есть в декларации, правильно? В Совете Безопасности ООН кто находится? Российская Федерация. По документам, не на табличке. Нет, Советский Союз. Ну, вот смотрите, если я вас сейчас опять попрошу открыть, вы же опять не откроете. Но я ничего не открывать не буду. Мне это неудобно и не хочется. Я только что открыл. Вот прям только что. Вот открыл. Там искать 5 секунд времени надо. Просто пишите ООН, потом вкладочка ОНАС, потом Государство-участники. Отлично. Отлично. Я говорю, я согласно декларации вам доказал, что мы не вышли. Зачем там такая формировка стоит? Я не знаю. Это ваша декларация. Пишите все, что хотите. Это ваша декларация. Мне все равно. Вот. Вот. Отлично. Вот. Все. Вот и проблемы нет. Наша декларация. Мы себя считаем в составе Советского Союза. Ваш какие проблемы? У вас какие вопросы? Никакие. Я привел пример, что вы вышли и мы вышли. Какие там вопросы? Я тоже привел пример. Мы не вышли из Советского Союза, вам еще раз говорю. Я понял, хорошо. Ну, ладно. У меня вопросов к человеку, который живет в Советском Союзе, правда, нет. Да нет, ты слабенький какой-то. Я тебе документы привожу, пример. Мы акт провозгласили. Я тебе говорю, что согласно приказу 14.09 вы должны все союзный референдум проводить. Прочитайте, пожалуйста, приказ. Давайте, я послушаю. Сейчас, сейчас. Секундочку. А пока вы ищете, расскажите, пожалуйста, про границы. Где границы вашего нового Советского Союза? Границы, границы России, там и границы. А что такое границы России? Ладно, по-другому спрошу. Которые мы демаркировали свои границы. О, отлично. Можно какой-то документик о демаркации посмотреть? Ну, найдите его в интернете, у меня его нет. Ну, напишите, демаркация границы. А, ладно, я поищу. А, ну, я поищу. Куда? А как вообще в целом в Советском Союзе? Ну, хорошо живется? Отлично. Понимаю. Порядок решения, вопрос, связанных с выходом Союзной Республики из СССР в соответствии с Конституцией 72. Конституция России определяется настоящим законом. О, 72, помните, я говорил. Определяется настоящим законом. Помните, я говорил. Отлично, отлично. Ну, он ссылается на нее, правильно, определяется этим законом. Я слушаю. Решение о выходе Союзной Республики из СССР принимает свободный волей зреления народов Союзных Республик путем референдума народного голосования. Решение референдума принимается Верховным Советом Союзной Республики по собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой частью граждан СССР, постоянно проживающей на территории Республики, имеющей право голоса согласно законодателю Союза РССР. Референдум проводится в порядке, определяемый законом СССР, законом Союзной Автономной Республики, референдуме, если их положение не противоречит настоящему закону. Референдум проводится с тайным голосованием не менее чем через 6 и не позднее, чем через 9 месяцев после принятия решения о постановке вопроса о выходе Союзной Республики. Когда вы вопрос постановили? Вопрос, с чем вы не согласны? Вот вы прочитали закон. 19 августа? С чем вы не согласны? В референдуме участвуют граждане СССР, постоянно проживающие на территории Республики. Не-не-не, там было сказано, граждане Республики. Это вы прочитали. Вы, а вы читали, что там написано, что референдум проводится не ранее, чем через 6 месяцев с момента объявления. Давайте еще раз прочитаем медленно, я вас буду останавливать и спрашивать, было или не было. Начинайте. Слушай, да иду нахер, вот правда, читать себе, я тебе уже прочитал. Ты сейчас какой-то глупый. Украина собыла требования по закону, которые вы прочитали. Вы когда объявили о выходе? Смотрите, я скажу, давайте вы будете медленно читать, а я буду говорить, вот это было или нет, вы будете говорить было. 6 месяцев прошло? Я вам уже зачитал. 6 месяцев прошло? Что Украина нарушила? 6 месяцев прошло? Прошло. 6? Прошло, прошло. А, то есть у вас с 19 августа до 24 августа 6 месяцев проходит? Да, все верно. Интересно, интересно, вот первое нарушение. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области, автономные округа, референдам проводятся отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса пребывания в Советском Союзе или о выходящей союзной республике, а также на обстановку вопроса о своем государственном статусе. В союзной республике, на территории которой имеются места компактного проживания, т-т-т, так, ну, ладно, я даже за счетой дальше не буду. Так вот дальше не надо, я же говорю, мы сначала начнем. Для организации референдума, вот, для организации референдума выхода из СССР определяет 40 проведение референдума и проведение его итогов. Верховный Совет Союзных Республик образует комиссию с частью представителей всех заинтересованных сторон, в том числе упомянутых в частях 1, 2, 3, 3 закона. Для обеспечения полной свободы воли и злени народов в Союзной Республике при подготовке проведения и определении итогов референдума о выходе. Референдум должен быть о выходе. А вы какой референдум проводили? Какой? Об акте независимости Украины. Это о выходе? А что такое акт независимости Украины? Можно узнать? Ну, как декларацию. Я не знаю, что это такое. А, подождите. То есть вы не знаете, но обвиняете. Правильно я понял? Да вы какую-то формулировку написали. Мы как раз таки написали формулировку, в которой один вопрос, на который можно ответить да или нет. Они на всеобщем референдуме, в котором составлен... Принимаете ли вы акт о независимости Украины? Все верно. Мы приняли акт. Соответственно, если у нас есть акт о независимости, то мы независимы. Что в этом непонятно? А где это написано? Что непонятно? Что написано? Вот здесь черно-побелом написано, что референдум должен быть о выходе из СССР. Так, а какой документ гласит о том, что мы вышли? Вот мы вышли, хорошо. И что? Какой документ подтверждает? Акт о независимости. Ладно, смотрите. Решение о выходе Союзной Республики из СССР считается принятым посредством референдума, если за него проголосовало не менее двух третей граждан Советского Союза. А до этого вы читали, что голосуют граждане Республики? Или вы этот момент упускаете? Он всесоюзный должен быть? Нет, не должен он быть. Я же говорю, вы сначала начните читать. А шестая статья, это что, не то, что ли? Это что-то не то написано? Там стоят или, 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 или. Нет, здесь не стоят или. Так вот, я же говорю, начните сначала читать. Начните сначала, я уже четвертый раз вас прошу. Порядок решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР, в соответствии со статьей 72 Конституции, определяясь настоящим законом. Решение о выходе Союзной Республики из СССР принимается в свободной воле зрением народов Союзной Республики путем референдума. Стоп, 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 стоп. Народов Союзной Республики, правильно? То есть на территории ОССР голосовал народ ОССР, правильно? Не всеобщий, не в каких-то других. Народ ОССР голосовал на территории ОССР. Подождите, в шестой статье написано, в шестой статье написано, что... Мы какую сейчас статью разбираем? Мы какую статью разбираем? Мы сейчас вторую читали. Отлично, все, теперь идем дальше. Здесь мы разобрали, что народ ОССР голосовал. Я думаю, принимается Верховным Советом Союзной Республики. Оп, стоп, 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 стоп. Кто принимал решение? Решение, решение вы приняли. Отлично, идем дальше. Здесь соблюли, дальше. Идем дальше. По собственной инициативе или требованию, приписанному одной десятой частью граждан СССР. Постоянно проживающей территории Республики. По собственной инициативе, правильно? Да. И здесь соблюли, и здесь соблюли. Не-не-не, по собственной инициативе. Там написано или. Нам не надо одна десятая СССР. Мы по собственной инициативе. Соблюли. Соблюли, идем дальше. Референдум проводится в порядке, определяемым законом СССР. Законом Союзной Автономной Республики о референдуме. Если их положение не противоречит настоящему закону. Референдум проводится с тайным голосованием. Стоп, 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 стоп. Было тайное голосование, правильно? Не ранее чем. Не-не-не, было тайное голосование или не было? Нет, нет, я сейчас дочитаю этот абзац, надо его весь зачитать. Так мы же по очереди разбираем, потому что вы сейчас забудете. Давайте я абзац дочитаю, мы его разберем. Я его начал. По очереди, тайное голосование было или нет? Ну, наверное, было. Не-не-не, не наверное, я вам точно говорю, было. Прождите. Так сейчас дальше пойдем. Было, было, было. Было, все отлично, и здесь соблюли, идем дальше. Не ранее, чем через 6 месяцев после принятия решения соблюли? Ой, прослушал, извините еще раз. Не ранее, чем через 6 месяцев, и не позднее, чем через 9 месяцев после принятия решения соблюли? Какого решения? О выходе. У нас не было решения о выходе. О выходе. Как это, а ваш акт? Смотрите, декларация о независимости была принята когда? Это не декларация, это акт о независимости. А про декларацию независимости что-то слышали? Не знаю, вот у меня есть акт. А акт независимости был написан на основании декларации независимости, которую приняли когда? Прошло 6 месяцев. Прошло 6 месяцев. Когда я принял, скажите мне. Когда я принял? Ой, сейчас скажу точно дату вам. В 90-м году вроде 12 декабря. Сейчас я отточню, мне не сложно. Одну секундочку. М-м-м-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м. 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 М-м. 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 даже 16 июля 1990 года почти год прошел союзной республики имеющий в своем составе автономной республики то нам новости автономная круга референдум проводится отдельно по каждой автономии это было мнение этого не было как это вы отдельно в каждый в каждом городе не голосовали не про автономию сказали автономии в украине не было в ссср серьезно да а севастополь у вас не автономии был нет 78 год свою конституцию читали что там написано про город и читали вастополь а что там написано можете сказать город федерального значения по а вы сейчас как говорили на ну ладно согласен не 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 подождите без согласия давайте вы сказали какие слова пошли